Эффективность использования бюджетных средств – это самая главная цель, которая должна быть наша. Вот я сегодня, например, приводил Министерство ФОМС. Тендер мы провели на 60 машин. Мы когда отменили, заново провели тендер, 85 машин купили. А могли бы и 60 удовлетвориться, тендер был проведен правильно. Вот таких мероприятий, я согласен с вами, раз в квартал может быть общих вопросов, а вот как вы только заканчиваете министерство или государственное предприятие аудит, мы готовы встретиться с вами, выездные коллеги, давайте, или у вас, или министерство будем проводить. Согласна. Согласна, Сальмир Султан, это, наверное, правильно, и нужно включить такой пункт. Но я бы хотела добавить сюда, может быть, правоохранительные органы, для того, чтобы они тоже приняли в этом участие, так как многие материалы передаются в правоохранительные органы, там зависают. И какую бы мы, Сальмир и Султан, методику не придумали, пока оттуда документ с окончательной резолюцией вердиктом не выйдет, мы ничего не сможем взыскать. Поэтому нужно привлечь к разработке этих документов и правоохранительные органы. Сейчас, наоборот, бизнесмены жалуются о том, что чрезмерная проверка. Я вот просил многих правоохранительных органов, под видом выявления антикоррупционной схемы, некоторые ведомства опять начинают по третьему, по четвертому кругу проверять одно и то же предприятие и ведомство. Остановитесь, пока не поздно. Вам было рекомендовано разработать антикоррупционную схему, а не проверять. А вы уже дальше пошли. Счетная палата по итогам проверки, аудиторской проверки бюджетных организаций на предмет соблюдения финансовой дисциплины принимает документ в виде постановления. Так же ведь? И постановление направляется в соответствующие органы, которые нарушили правовую дисциплину. Ну, предписание, скажем. Но они-то не исполняются. Вот вы же сами говорите, что министр хоз 12 миллионов, там, госгеология, там, сколько, ой, лесного хозяйства 11 миллионов. И таких прецедентов каждый год, каждый год, и никто не исполняет. Правильно? Ни один чиновник докусирует, что это не наказано. И ни с одного госоргана спецсчета эти деньги не восстановлены. Это будет продолжаться до тех пор, пока законодательно мы не отрегулируем вопрос принудительного исполнения предписания счетной палаты. Вот сейчас счетный... Этим занимается только институт судебного исполнителя. Они в принудительном порядке исполняют решения суда, предписания прокуроров и натуральные действия. Если, допустим, предписание счетной палаты в виде постановления исполняли судебные исполнители, они могли бы накладывать арест на спецсчета тех организаций, которые допустили финансовые нарушения, и тем самым эти деньги в любом случае были бы возвращены. А та организация уже в регрессном порядке будет взыскивать с руководителей, с финансовых организаций, или, допустим, управление по бухгалтерии. Они будут потом нести в регрессном порядке, восполнять спецсчет. Усчетная палата, по-моему, насколько мне известно, законодательная инициатива Джо, Челдоша Кмаматов, Жен-Жен-Черк, Жен-Чарлс, Эм-Эллс. Предложение хорошее. Очень хорошее. Но только единственное, что это должна быть объективной проверки. Продолжение хорошее. Продолжение хорошее. Продолжение хорошее. Продолжение следует... 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 Сметалық базы 22 бутын 14 миллион сум, Харшыланганы 16 бутын 14 миллион сум, Халганы 6 миллион сум. Бүгін күнді изайл жоопкаршылык чектелген КОМ-ишканасы таравынан курулуш ищи жүргізуді. Азықы мезгілді 11 мм тазасу түтікчесінің Курулушының 4 мм траншайсы қазылды. Су тайында тазасу түтікчесінің башында Атайын күрлмалар, сучиынағыч, тазылу үшіу жаңа қыларатылық күрлмалар күрліп бүтті. Күштуд айылында таян айылына қарай 3 км деге диаметре 219 мм темір тұрбалар орна тұлып, Чарбақ айылына қарай 3 км деге диаметре 110 мм Палетилен тұрбалар жатқырылды. Палетилен жаң темір тұрбалар алынып келінген Күрліп күрліп бүткору мөліпті 2014 жылдың 1-сінің бұлда қолында қырылған.